Этот год стал кошмаром для Саманты и Джастина Скотт. Семья живёт в районе Хьюстона, который сильно пострадал от урагана Харви в августе прошлого года. Это был очень тяжёлый год в эмоциональном плане. Я думаю, что мои дети, особенно старшие, думая о нём, будут вспоминать, как много я плакала. Семья всё ещё борется с последствиями стихии. Саманте с детьми пришлось уехать к друзьям, пока муж занимался ремонтом. Самому младшему ребёнку тогда исполнилось всего несколько месяцев. Это было просто невероятно тяжело. Я пропустил большую часть первых месяцев жизни моего малыша. Я так и не увидел, как он делает первые шаги. Не увидел всё то, что с нетерпением ждут родители. Я всё пропустил из-за борьбы за дом. Ремонтные работы в доме всё ещё продолжаются, а сам район до сих пор в шрамах от Харви. Для меня это как пощёчина. Каждый раз, когда я вижу мой район, дома соседей, это нескончаемая боль. Ураган словно и не заканчивался. Почти год спустя жизнь в этом районе так и не вошла в прежнее русло. Во время урагана вода поднялась выше этого почтового ящика. По словам местных жителей, только три семьи решили остаться. Остальные приняли нелёгкое решение продать дома и навсегда уехать отсюда. У многих семей не было страховки, покрывающей ущерб от затопления. Такие моменты судьба испытывает и тебя, и твою веру на прочность. Пережить такое очень сложно. Район затопило из-за близости к местному водохранилищу. Другие пострадавшие районы расположены в затопляемых низинах. По сути, это маленькие долины, удерживающие в себе всю влагу, которую только может дать природа. Человек со временем стал селиться и в них. И так жители Хьюстона оказались прямо в центре этой непригодной для спокойной жизни местности. Эксперты призывают покупателей домов обращать внимание на карты районов и селиться на возвышенностях. Ещё одно решение – сваи и более высокий фундамент строения. Свой дом я поднял вверх почти на полтора метра. Этот совет, может, кому-то и поможет, но семья Скотт всё же решила остаться в старом доме без свай. Сегодня, после всего, что пережили, мы в таком положении, что не можем позволить себе просто взять и уехать. Саманта, Джастин и дети радуются каждому спокойному вечеру, дорожа возможностью провести ночь вместе под одной крышей, которая не протекает впервые за минувший год.